Надоели каналы инфобизнесменов и коучей? Оцени канал настоящего бизнеса, блог компании Масеба. Три основателя крупнейшего бренда по дизайну интерьеров и ремонту квартир в России рассказывают о своем деле, ведут влоги из поездок по стране и делятся реальным опытом. Ты им поверишь, ведь открыли они уже 27 филиалов в России и СНГ. Подписывайся на канал, ссылка есть в описании под этим видео. Всем привет, с вами Павел Багрянцев. Наступили выходные и пора дать еще пятерочку фильмов на реальных событиях. Истории, которые зажигают, мотивируют и не могут оставить никого равнодушными, кто увидел эти картины-легенды. Итак, погнали! И как всегда мы начинаем наш топ с самой, самой, самой крутой картины, друзья. Я думаю, вы знаете, это в погоне за счастьем. Кто бы из нас вообще мог выдержать все те испытания, которые преодолел этот человек? Кто мог бы не отказаться от своей мечты? Кто мог бы верить в себя и, ночуя на вокзале, воспитая маленького ребенка, отсутствие денег и вроде бы одна неудача за другой, и все-таки он находит способ? Друзья, в погоне за счастьем посмотрите, для тех, кто не смотрел. Это глава моей жизни. Этот краткий ее абзац называется счастье. Мирный воин. Самый или один из самых осознанных фильмов, которые я когда-либо видел. Фильм как раз таки для людей, которые не склонны к шаблонному мышлению, которые понимают, что в мире есть какие-то другие законы, и та формула, которую и сейчас нам навязывают социум, та формула жизни, успеха, самоутверждения и так далее, она порой бывает провальная, и многие из вас уже смогли в этом убедиться, и я в том числе. Посмотрев «Мирный войн», я думаю, что в вашем сознании что-то переключится, друзья. Это действительно очень осознанное кино, которое можно смотреть раз за разом, друзья. В принципе, я уже даже пока говорил, сам захотел смотреть. Посмотрю и вернусь. Фу, мега крутой фильм. Продолжаем. Третья картина, которую я вам хочу порекомендовать, я ее посмотрел буквально три недели назад, и в этот же вечер я запостил к себе в Инстаграм. Кстати, подпишитесь на мой Инстаграм. Я сразу запостил себе и написал об этом в фильме, друзья. Это фильм, который из всех, которые я смотрел за последние два-три года, произвел на меня самое глубочайшее впечатление. И называется этот фильм «По соображениям совести», когда дело происходило на войне. Действительно, все это на реальных событиях. Человек религиозный, верующий, по случайности, хотел стать медбратом, но оказался вдруг в обычной армии, где ему нужно браться за оружие. А он, по соображениям совести, этого делать не стал. Что происходило дальше, вы увидите. Какие испытания, какие насмешки. И он чуть не угодил в тюрьму, друзья. Но как эта история развязалась, такого действительно никто не ожидал. Неужели режиссеры нам показали что-то новенькое? По соображениям совести. Смотрим. Четвертый фильм, который я вам хочу порекомендовать посмотреть на выходных. Я в прошлом топе говорил про «Непокоренного» или нет? Я говорил про «Несломленного», а этот фильм называется «Непокоренный». Я их все время путаю. «Непокоренный». Фильм на реальных событиях. В основе лежит история про Нельсона Манделлу. Если вы не знаете, кто это такой, друзья, это человек истории. Это человек, который изменил этот мир. И там идут две параллельных истории. Первая история это про Нельсона Манделлу, которого посадили в тюрьму, и он там просидел 28 лет. И после этого вышел и снова изменил этот мир. И также история про спорт, про регби. В те времена в Южной Америке очень накалялась обстановка. Разные расы, национальности, войны, междоусобицы, вражда народов и так далее. И как спорт сплотил людей, как он повлиял, как он заставил поверить людей и команду в себя, и какое отношение к этому имел Нельсон Манделла. Посмотрите, пожалуйста, фильм «Непокоренный». Фильм «История», фильм «Легенда», друзья. Вот так должен настраивать на эту жизнь, на свои достижения, события, мотивацию настоящий мужчина. Всем бы нам поучиться таким качеством, друзья. За непобежденную душу мою я всех богов благодарю. Хозяин я своей судьбы. Я капитан своей души. Пятый фильм «И я не могу». Что ни фильм, мне хочется говорить, что он больше всего на меня произвел впечатление, что он действительно что-то повернул в сознание. Но это действительно так, потому что в этом топе нет случайных фильмов. Это не просто вам какой-то топ из топов, которых полно в интернете. Это действительно то, что должен смотреть мужчина и должен находить там изюминки, что-то для себя, что он может применить своей жизнью, извлечь какой-то урок, стать более осознанным. Именно поэтому я ввожу эту рубрику. Друзья, меня зовут Кхан. Нет, меня зовут Павел, а фильм называется «Меня зовут Кхан». Как человек, у которого есть определенные отклонения, у которого есть болезнь, как он движется по этой жизни. Вроде бы его должны все ущемлять, на него должны странно смотреть и так далее. Но судя по его поступкам, как он наивно преодолевает все препятствия этой жизни. Более того, он женится на прекрасной, очаровательной девушке, они переезжают, и как он потом доказывает всему миру, как должен поступать настоящий, сильный человек, у которого есть мечта, цель и вера в себя. Меня зовут Кхан. Поверьте, вы расплачетесь во время этого фильма не один раз. Либо я такой сентиментальный, либо вы тоже поплачете вместе со мной. Но это слезы радости, знаете, бывают от музыки, от фильмов. Внутри просто благодарность за эту жизнь, за этот мир, за то, что мы живы, у нас есть руки-ноги, и мы здоровы. И желание действовать. Желание действовать, причинять людям добро, и делать что-то хорошее, и делать это в глобальных масштабах. Вот такие эмоции вызывает этот фильм. И я всем рекомендую его посмотреть, если вы еще не знаете. Порекомендуйте ваши любимые фильмы, которые изменили вас, но только на реальных событиях и только мотивирующих. И я обязательно сделаю следующую подборку к следующим выходным. Если понравилось, ставим лайк. Поделитесь этим видео с друзьями и оставляйте ваши комментарии. Ну и не забудьте подписаться на канал, если вы это еще не сделали. С вами был Павел Багрянцев. Всем пока.